17 января. Небольшой городок Челесито в Аргентине и большие потери команды КамАЗ Мастер на Дакаре 2018. За три этапа до финала и за очередной поломки автомобиля экипаж Эдуарда Николаева уступил лидерство в общем зачете Федерико Вильягро. Грузовик Антона Шибалова после пожара снова смог встать в строй, однако ни в классификации этапа, ни в итоговом зачете автомобиль так и не появился. Подробности далее. 11 этап рейда Дакар продолжил удивлять и участников, и болельщиков. На 83-м километре экипаж Эдуарда Николаева цепляет трансмиссию и карданный вал, что приводит к вынужденной остановке. Помощь пришла от экипажа Эрата Мордеева, который в свою очередь потерял около часа. Подъехали, сразу же приняли решение, что рихтовать, делать это по времени долго, решили снять свои, отдать ему. Сняли кардан, сняли эти штанги, отдали всю эрику, собрали его и отпустили вперед. Помощь товарищей помогла оторваться экипажу под номером 500, но ненадолго. Высохшие русла рек, сухие ветки и камни заставили грузовик Николаева вновь остановиться. За 6 километров до финиша тоже на сухих ветках тоже напоролись, к сожалению. Пробили колесо, не справлялась подкачка, пришлось менять. Понес потери экипаж Дмитрия Сотникова. Замена колеса и пневмогидроусилители сцепления отняли у него больше часа. Однако позже экипаж сократил отставание от лидера этапа Сергея Визовича до 28 минут. Не все получилось с первых джунок, были высокие заезды песчаные, не получалось заехать. Не совсем мотор как-то так работал правильно, поэтому какие-то потери мощности были. Не совсем понятно, так с трудом заехали, но потом вроде бы все стало хорошо и мы уже, как вы видите, нормальный темп взяли. Главной неожиданностью стало исключение из гонки экипажа Антона Шибалова. На 10 этапе его грузовик загорелся, пожар удалось потушить и челнинцы продолжили путь. Но, как выяснилось позже, машине все-таки необходим ремонт. В связи с этим гонщики решили финишировать без взятия некоторых контрольных точек, что и стало причиной удаления. Функции технички перешли автомобилю Дмитрия Сотникова. По итогам 11 этапа именно он оказался быстрее, финишировав третьим. Эдуард Николаев на седьмой строчке, Айрат Мордеев восьмой. Любовь Захарова, Владимир Западнов, Челны, 24. Продолжение следует...